Привить любовь к здоровому образу жизни, сделать спорт доступным в каждом муниципалитете региона. Единороссы обсудили ход реализации федерального проекта «За самбо». Предполагается, что он охватит более 5000 залов по всей России, в том числе и на Донбассе. Как сегодня развивают национальный вид спорта в Коми, расскажет Ксения Лосева. Самбо в Коми сегодня занимается около 3000 детей. Новый проект единороссов планируют кратно увеличить цифру. Впрочем, главное не количество, а качество. Среди целей – развитие, популяризация и пропаганда отечественного вида спорта, как важные составляющие российской культуры, а также воспитание патриотизма и привычки к здоровому образу жизни. В регионе программу реализуют уже несколько лет. Первый город, который был – это Усинск. Опыт работы именно этой программы, реализации, оно и сейчас ощутимо, потому что все ребята занимаются. И в рамках как раз третьего часа. То есть ребята на уроке, есть специализированный зал, который был отремонтирован, оснащен, и форма была выделена. То есть в рамках этой программы они уже работают, и уже получается 4 года. И довольно успешно, потому что эти же ребята потом участвуют у нас на наших муниципальных, республиканских соревнованиях. После Усинска активно развивать самбо стали и в столице Коми. Отремонтировали и оснастили залы, получили оборудование, форму, борцовские ковры, методическую литературу, баннеры и плакаты. Провели переподготовку преподавательского состава. В планах привлечь к участию в проекте хотя бы по одной школе в каждом муниципалитете. Это позволит находить талантливых борцов и проводить отборочные этапы местного уровня. В республике уже есть примеры успешного воплощения в жизнь этих направлений. Например, проект «Самбо в школу» реализуется в восьми школах Сыктывкара и двух школах Воркуты. Проект «Самбо в селах» – это в селе Ускулум и Обьячево. В рамках проекта «Самбо в парках» это еженедельные открытые тренировки проводятся в Ижинском районе столицы. Одно из важнейших направлений – адаптивное самбо. Оно способствует созданию условий для занятия детей с поражением центральной нервной системы в целях адаптации, реабилитации и социализации через занятия физической культурой с элементами самбо. «Самбо – действительно уникальное отечественное единоборство, важная составляющая российской культуры, системы воспитания, направленная на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности. В народной программе партии в качестве приоритетного направления обозначен вопрос сохранения здоровья детей и формирования культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения». Предполагается, что новый проект затронет более 5000 залов по всей России, на Донбассе и освобожденных территориях, на площадках от школьных залов до спортивных дворцов. Кстати, совсем недавно Коми передала новый ковер для самбо и форму в подшефный город Ровеньки, Луганской народной республики. А еще пригласила спортсменов принять участие в Кубке Арктики. Он пройдет в Сыктывкаре уже в конце ноября.